Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил национальному собранию программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха. Для нас чрезвычайно важно, чтобы Нагорный Карабах играл решающую роль в определении своей собственной судьбы, заявил он. Пашинян еще раз подчеркнул, что как премьер-министр Армении он может вести переговоры исключительно от имени Армении, а Нагорно-Карабахская республика должна стать отдельной стороной мирного процесса. Однако, по словам Пашиняна, этому противится азербайджанская сторона. Премьер рассказал, что позиция официального Баку, если в переговорах участвуют представители Нагорно-Карабахской республики, то в них должны участвовать и представители азербайджанской общины Карабаха, так как правительство Азербайджана не имеет от них мандата. В древней части Баку и Чарешахар на площади перед девичьей башней 9 марта в 15.00 состоится мероприятие, посвященное празднику Масленицы. В ходе мероприятия будет представлена анимационная программа, основанная на масленичных обрядах и традиция и интерактивная постановка. Пройдут масленичные гуляния с песнями, танцами, хороводами и конкурсами. Ионных гостей ждет фейс-арт, мастер-классы и масленичный блинный фудкорт. Также посетители праздничного мероприятия смогут насладиться концертной программой и шоу талантливой художницы Ульвии Мусаевой. Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучела, масленицы, забавы, катание на санях, гуляния и, конечно же, блины. Американские сенаторы, демократы и республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничение предлагается ввести за вмешательство в выборы в США, злонамеренное влияние в Сирии и за агрессию на Украине, в том числе в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые поддерживают усилия по вмешательству в выборы против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России, против киберсектора экономики России. Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые осуществляют коррупционную деятельность от лица российского руководства. В законопроект предлагается также введение санкций в отношении 24 агентов ФСБ, которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе, в ходе которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны. Сенаторы также предложили Госпеду дать заключение о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма. Кроме того, политики предложили администрации подготовить доклад об активах Владимира Путина и убийстве Бориса Немцова. Число жертв теракта в Иране увеличилось до 40. Согласно информации, смертник, сидящий за рулем автомобиля, начиненного взрывчаткой, взрезался в автобус с военнослужащими элитных частей Ирана. Ответственность за атаку на себя взяла сунницкая экстремистическая группа Джейшаль Адль. В связи с терактом местные власти объявили трехдневный траур. Группировка Джейшаль Адль уже в третий раз с начала 2019 года осуществляет нападение на иранских военнослужащих и представителей сил правопорядков в Систане и Белуджистане.